Всё, решил я для себя, хочу работать футболистом в сборной России. Зря смеётесь, я по всем параметрам подхожу. В футбол играть не умею, играл раза три в своей жизни, в дворовой команде, откуда был с позором изгнан. Правил не знаю, зато люблю получать большие бабки безо всяких обязательств. А ещё мне нравятся роскошные женщины, на которых можно эти большие бабки тратить. Ну чем я хуже Дзюба или Игнашевича какого-нибудь, я ведь тоже парень-то старательный. И начинаем. Спасибо. Ребята, остаётся совсем немного времени и наступит 1 июля. А что для нас с вами означает эта дата? Правильно, именно на неё запланирована очередная всероссийская акция протеста. Короче, в ближайшее воскресенье, по задумке идейных вдохновителей в лице Навального, мы все вместе выйдем на улицы, чтобы выразить своё фи по поводу непопулярной России пенсионной реформы, которую придумали, как нам рассказывает Димон со своим правительством. Хотя мне кажется, там все поучаствовали и дядя Вова тоже, но речь не об этом. Я о том, что, может быть, хоть в этот раз мы увидим большое количество протестующих. Самым главным механизмом давления на власть является, естественно, выход на улицы. И мы призывали и призываем всех выходить на улицы, участвовать в любых акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Сейчас, в связи с чемпионатом мира, в тех городах, где происходит этот чемпионат, вели какие-то более строгие правила подачи заявок. Мы, честно говоря, эти правила не признаем. Нам на эти правила плевать. Но фонд борьбы с коррупцией, наша партия, мы не хотим тянуть одеяло на себя и прямо вот сильно себя выпячивать. Мы предложили всем публично, я сказал, еще раз публично говорю, что мы готовы участвовать со всеми, там, с либертарианцами, с профсоюзами. Ну, по идее, с профсоюзами логичнее всего, потому что... Впрочем, сдуваюсь со своими предположениями, поскольку уверен, диван опять победит протест. Что-то мне подсказывает, что на митинге в очередной раз выйдут не более сотни неравнодушных в каждом городе. В мегаполисах, возможно, до пары тысяч будет, а основная масса выразит свое недовольство за компьютером. В комментариях к моим видео, например, или к кому-то из моих коллег что-то напишут. Естественно, мы же диванные революционеры. Как? Напугаем зеркало в ванной комнате? Ух! А вообще противно все это. Если и в этот раз протест будет никаким, пойду в пропагандисты. И там хоть денег нормальных будут платить за то, что дурачкам стану рассказывать о нашем величии. Тем более, что дурачки-то не против все это проглатывать. Я очень надеюсь, что этого не случится. Это реальная журналистика. Может быть, пора уже перестать бояться и терпеть. Поехали! Господа, то, что буду говорить вам сегодня, вам не понравится. Потому что вас, в первую очередь, обвинять в вашей лени и нежелании хоть что-то сделать, чтобы изменить свои жизни, буду. Не будьте лохами. Вас разводят. Именно. Потому что дело-то не в Навальном. Вот сейчас случилось то, что касается каждого. У нас уже не просто плюнули, а нас ноги вытерли. У нас пытаются отобрать последнее. Таким образом, с людьми в этой стране еще никогда не поступали. У нас хотят забрать пенсии. Ну как забрать? Формально, конечно, нет. Просто возраст пенсионный повышают на 5,8 лет для мужчин и женщин. Теперь мужики будут выходить на пенсию в 65, женщины в 63. А доживем ли? Проблема продолжительности жизни населения была актуальна всегда. А для ее решения тратится много сил и государственных денег. Однако стоит отметить, что в последние годы продолжительность жизни россиян постоянно растет. И в этом видео мы покажем вам десятку регионов России с самой низкой продолжительностью жизни. Поехали! Открывает список Псковская область. Один из лидеров по числу сельских, населенных и опустевших пунктов. Чего скрывать? Население бежит из сел Псковщины. И уже более тысячи пустых деревень оставляет впечатление, будто здесь прошло монголо-татарское иго. Основными причинами низкой продолжительности жизни в данной области являются сократившиеся объемы доступных качественных медицинских услуг, а также ухудшение материального положения подавляющего числа граждан, что делает недоступным для них крупные приобретения, в том числе и жилье. Впрочем, и это тоже не главное. Понятно, что все эти статистические данные только статистические данные, не более. Понятно, что в любом случае на подачку, которая именуется пенсией, жить нельзя, только выживать. Но это была хоть какая-то соцгарантия, которую давало нам наше вороватое государство. А что теперь? А теперь мы даже на это рассчитывать не можем. При этом каждый работающий по-прежнему должен отчислять в пенсионный фонд ежемесячно 22% от своих доходов. Пока 22%, потому что в правительстве мозгуют. Но другой цифрой 26%. Норма ежегодно приостанавливается и переносится вправо. Поэтому нужно окончательно определиться все-таки, какая страховая нагрузка будет в целом на фонд оплаты труда, включая пенсионную систему. И ведь что-то мне подсказывает, что именно на последней цифре, ребятки, остановятся. Вот и тавилка 22-26%. Ну давайте тотализатор устроим. Я свою ставку сделал, я уверен, что я выиграю. Но не суть. Короче, отчислять эти деньги в пенсионный фонд вы все равно будете. Условно четверть ваших доходов куда? А я тоже не знаю куда. Сможете ли вы эти бабосы когда-то оттуда взять? Теоретически да, после выхода на пенсию. А практически. Есть, конечно, еще другой вариант не платить. Но тут вы сразу столкнетесь с целой кучей проблем. Потому что платить в пенсионный фонд вы и обязаны. Нет, значит, что вас блокируют счета. Значит, вас не выпустят за границу. Значит, вы попадете в черный список должников и вам придется пройти через хреновую гору судов. Короче, жизнь медом не покажется. Интересно еще вот что. Как к этому относится молодежь? Мол, нас, ребята, это не касается. До пенсии нам, как до Китая раком. Потому что молодцы прокремлевские политтехнологи. Грамотно работают. Вбили соплякам в головы то, о чем они и должны думать. Да нет, детишки, я вас сейчас расстрою. Данная пенсионная реформа касается ваших организмов больше, чем меня даже. И теперь объясню почему. Несколько дней назад вы, зайчики, веселились на своих выпускных баллах. Даже дядька Вовка вам речу какую-то толкнул красивую. А пятый канал офигенное шоу сделал алые паруса, куда лям 200 людей пришли. Для вас сегодня один из самых замечательных, памятных дней. Добрых, трогательных, волнующих и немного грустных. Ведь вы расстаетесь с родной школой. А впереди начало нового, большого этапа в жизни. Ожидание бурных, интересных изменений. Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Вот, 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 вы, ребятишки, больше не дети. Вы взрослыми стали, а значит, превратились в налогоплательщиков. И теперь либо двигаете устраиваться на работу, чтобы налоги платить, либо башляете, как тунеядцы. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Праздник наступил, и тебе уже 16 лет. К сожалению, в вашей любимой стране полноценным гражданином бесплатно быть не получится. Сказки кончились. Но вот тут есть проблема. Это вам в школе рассказывали о том, что все профессии важны и нужны. В реальной жизни существует такая штука, как безработица. Сегодня безработных в РФ 5 миллионов человек. И это только официально. То есть это те люди, которые состоят на бирже труда. В реале безработных, конечно, больше. А теперь, ребятеныш, давай прикинем, что значит для тебя повышение того самого пенсионного возраста. Да просто тетя Маша, что должна была освободить место для молодого специалиста и уйти на заслуженный отдых, не уйдет отдыхать. Ей еще 8 лет корячится, потому что, а ты, красавчик, теперь еще один безработный Валера. Плюсик в грустной статистике. Далече нож. Еще к молодым ребятам хочу обратиться. А вам не приходило в голову, что после 30 у вас начнет болеть там-сям, по себе, знаю, реально начнет? И возникнет необходимость ходить по врачам, покупать лекарства. А вы давно заглядывали в аптеку? Вот я еще молодой и, в принципе, здоровый мужик, но даже я трачу на эту прелесть таблетки, лекарства, витамины до 3 тыр ежемесячно. А ты действительно, малыш, думаешь, что в 60 будешь здоров, как огурец, или ты, красавица? Ты же уверена, что твою жизнь в старости обеспечит твой любимый бизнесмен Сережа. Серьезно? Ты правда считаешь, что лет через 20 бизнесмен Сережа будет по-прежнему тащиться от твоей обвисшей груди и одреблевшей кожи? Поэтому ты знаешь, ты сиди, то, что ты не пойдешь ни на какую акцию протеста, это даже правильно. Ты же на диване дома будешь протестовать, и тем самым ты испугаешь мэра, губернатора даже самого. Сиди, не ходи никуда, не включайся ни в какие процессы, а лучше ляг поспать, и тогда мы точно прорвемся. Российская диванная армия – это ведь наше все. А это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok